Всем привет! Я знаю, что очень многим понравилась моя трансформация растений на вот этот вот стеллаж узенький, где орхидею стоят, ну, по крайней мере, стандартные горшки в один ряд. И вы знаете, я сегодня смотрю все комментарии, которые вы написали под этим видео. И, конечно, я благодарю вас всех за поддержку, за ваши умные мысли, за новаторские предложения по, ну, возможности что-либо еще здесь изменить. Я была в шоке, когда прочитала комментарии Еленочки Никитиной. Ой, я ей написала, какая же вы умничка. Как же мне это в голову-то даже не пришло. Елена мне предложила следующее. Я вам показывала, что, вот, к сожалению, посмотрите, вот, если туда залезть, получается, стойка вот эта конструкция, она заканчивается где-то на уровне две трети вот этой поверхности. То есть она, вот, вот это пространство освободилось, и оно пустует. А мне Елена написала, Ирина, возьмите блоки. Ну, вот, есть такие всякие там разные строительные блоки, есть деревянные блоки, их можно, ну, то есть прижил они можно найти. Поставьте этот стеллаж на них. Он будет хорошо стоять. Одновременно, что произойдёт. По высоте нужную подобрать. И вот эта вся моя конструкция поднимется ещё выше. Но единственное, что вот этот ряд верхний, вот этот, он вообще, представьте, вот, вообще в небеса улетит туда, а там жарковато летом. Вот про это я думаю. Как вариант туда поставить орхидеюшки поменьше, малышаток, которым будет вот как раз нужна для их хорошего роста стабильная температура. Класс! Я вообще в полном восторге. И у меня появится ещё место, то есть вот можно будет ещё ряд там орхидей под вот этим вот нижним, нижней вот этой ячейкой поставить. Это классно! Ой-ей! Ну, вы, наверное, видите. Еленочка, спасибо вам огромное. Я прям написала вот за её такой новаторский ум, новаторское предложение. Я ей написала, Елена, я бы вас вот просто обняла, просто целовала бы. Невероятное предложение. Очень мне понравилось. Много кто мне предложил ещё что-нибудь. Да, вот повыше можно ещё орхидеи размещать. Ну, спасибо вам огромное. Вот такое большое количество комментариев. Очень многим действительно понравилось вот это вот ребрейдинг этого всего моего места. И вот действительно вот это воздушное расположение растений, где вокруг них действительно гуляет большой поток воздуха. Это классно! Вот у меня окошко здесь открывается, вот получается щёлочка. И воздух как раз туда вот так вот он улетает и будет сюда вот так вот всё вентилировать. Замечательно! Движение воздуха будет отличное! Но, смотрите, что я тут натворила. Ещё вам хочу показать. Вы видели вот эту нашу конструкцию, да? Она была одна. Мне пришлось лампу туда ставить, чтобы осветить вот эту полку, эту полку. Про верхние орхидеи мы решаем. Сейчас вопрос, штангу мне муж длиннее сделает вот именно на эту полку. И у нас будет двухъярусное расположение лампы в этой области и повыше. То есть лампа прям вот будет хорошо подсвечивать этот уровень. Но я тут стырила у мужа ещё одну такую же нашу конструкцию. Я пошла, говорю, можно я у тебя утащу? Он так на меня посмотрел. А зачем тебе? Очень ревностно относится к своим конструкциям. Я говорю, ну мне нужно. У меня ещё вот здесь вот орхидеечки сейчас станут. Видите, здесь ещё пустенько. У меня есть что-то, что поставить. Сейчас у меня пока на карантине многие растения стоят. Карантин закончится. Я сюда их притащу. Короче, стырила ещё одну нашу опору света. Вот она, видите. Я её сюда вот так поставила и повесила на неё лампу. Хорошо, у меня лампа была. Это юниелевская 14-ватка. Она у нас идёт с мультиспектром. Класс! Я пищу и просто визжу. Как только повесила лампу, у меня тут на шампане сразу бутончик пошёл. Но у меня вот этой всей перестановки не выдержал венецианец. Я пока туда-сюда целый день с ними бегала. Пока я тут всем листья промывала, туда-сюда их таскала. И у меня сразу резко отцвёл венецианский карнавал. Вот хвост свой оставил, вот этот растущий. А сам вот эти вот все классные, помните, да, два облака цветов на двух цветоносах. Вот этот цветонос сразу покраснел у него. У него, кстати, всегда вот так цветоносы не желтеют, а краснеют у венецианца. Рыжими становятся. А вот кончик остался. Ну ладно, зацветёт. Я особо не переживаю. И вот эта моя красавица. Не особо-то она оказалась стойкой, не чувствительной. Вернее, очень чувствительная. И посмотрите. Раз, два... Сколько она? Два цветочка взяла и скинула. Я говорю, ты что это? Я совсем тебя не обижала. Ну, подумаешь, листочки тебе помыла. Ну, вот так отреагировала на перестановку, смену места. Стояла она у меня вот здесь. Вот здесь всегда. Поставила её на более освещенное место. И всё. И она у меня скинула цветы. Девчонки, вы мне написали. Ирина, посмотрите, Трэвиса. Трэвисо, Трэвиса по-разному. Там перевести можно, прочитать. Девчонки, не она. У Трэвиса я посмотрела. Во-первых, у него губка совершенно другая. Она у него крапчатая вся в крапушку. Вот. У моей крапушки только вот на вот этих вот стеночках, боковушечках. Губка у Трэвиса, она не как у кончик змеи, змеиного язычка. Вот. Поэтому, не она. Всё сравнила, всё посмотрела. Спасибо огромное. Вот, наверное, половину комментариев было именно по этой орхидее, по Трэвисо. Не она. Будем искать дальше. Не получается пока у меня найти её название. Ну, посмотрите. Вот даже сравните. На стоп-кадр поставьте. И в поисковике найдите вот эту орхидею Трэвиса. Там совсем она другая. У неё, вот у моей формы, посмотрите. Такого прямоугольника правильного, да? Только без углов резких. А там она скорее, ну, такая треугольная форма. Язычок совсем-совсем другой. И там крапинки на лепестках. У моей чистые. Чистые. Питали, иссипали. Вот такая пудровая орхидея. Красивая, нежная, пыльная роза. Скажу так. Не она. И вот эту мне, кстати, написали, что есть у неё ещё другое название. Ой, забыла. Девчонки забыли. Мужественная, отзывчивая, горделивая девушка мне написала. Спасибо огромное. Слушайте, так интересно с вами общаться в комментариях. Вы просто не представляете, сколько же вы делаете мне разных предложений, предположений. И вы сказываете. Я вас за это всех обнимаю, горячо целую в щёчки. Спасибо вам огромное. Прямо настолько я была удивлена вашим комментарием, вашим откликом, как я тут всё сделала. Я вам не показала вот эту красоту. У меня же распускается поп-корн орхидейка. Красивая, мультифлорочка. Красавица. Ну, вот так вот. У нас ещё одна стоечка, ещё одно прибавление. Я прям, прям не могу, аж пищу. Класс. Вот сейчас вот здесь освещение просто обалденное. Вот осталось подсветить верхний уровень. И у нас всё будет круто, 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 круто. Смотрите, какие они классные. Жду, когда у меня вот эта прелесть зацветёт. Это вулкану или золотое яблоко. Орхидея бомбезная. Вместе с вами пересаживали в закрытую систему посадки. Смотрите, что делает. Она после этой пересадки просто рванула в рост. Рванула. Она уже растёт больше года, но пока не цветёт. Но вот она, знаете, после пересадки заполняет горшок своими корнями. Классная. Так, ну а ещё у меня вот сейчас сюда переехал вот этот красавец. Узнаёте? Снейк скин. Это змеиная кожа в переводе. Кожа змеи. Красавец. Слушайте, вот почему он у меня переехал. Стоял на полукруглом стеллаже в спальне на лоджии. И я смотрю, опять цветонос лезет. Вот он не успел. Он вот этот вот открыть. У него новый лезет. И опять этот цветонос дотронулся к корпусу горячей лампы. И опять у нас вот такой вот небольшой поджог. Надеюсь, я успела его спасти. Вот постоянно у него горят цветоносы. Вот этот вот у него горел цветонос. Но дал продолжение. Или не этот? А, вот этот. Вот он. Вот этот. У него поджигался цветоносик. Всё. Теперь он будет у меня расти здесь. Потому что очень большая, смотрите, какая раскидистая орхидея. И на полке 42 сантиметра, ну, высоту эта полочка, да, от полки до полки 42, она у меня листьями касается практически следующей полки наверху. Поэтому эта орхидея переехала сюда. Горшок у неё 2,2 литра арте. Двойной. Полный горшок корней. Там даже грибничка есть. Ну и бог с ней. И я уже вообще, знаете, устала людям объяснять. Девчонки, да не пугайтесь вы этой грибницей. Ну, заблокируйте вы её триходермы. И всё, успокойтесь. Так, что у меня тут по пересвету? Мини Марк, что ли, даёт? Или нет? Или... Да нет, нормально всё. Нет пересвета. Мини Марк, кстати, как только сюда встал, как пошёл расти. Я вот его не узнаю. Я его не узнаю за неделю. Вот это да. И вообще, хочу вам показать, как это выглядит, когда на всё это невероятное множество орхидей падает солнечная энергия. Вы посмотрите, как классно. Это я притянила. А если вот так вот подоткрыть, это вообще капец. У меня тут жалюзи горизонтальные. Я вам уже показывала. Ой, класс. Но сейчас солнце очень активное, поэтому вот так рассеянно затеняем. По-другому нельзя, иначе всё погорит. Ну всё. Показала вам, поблагодарила вас за участие в моей перестановке. Спасибо за вашу реакцию классную. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы мне помогаете. Вы мне реально помогаете. Я вам точно могу сказать здесь. Здесь без ложной скромности надо сказать, что вы мне очень помогаете. Подсказывайте то, то мне скажете, то это. Я всегда говорю, одна голова хорошо, а много голов лучше. Поэтому, если есть какие-то придумки, делитесь своими мнениями, своими наработками. Так как аудитория большая, я ваши наработки. Если вы будете не против, конечно же, буду рассказывать всем, всем девчонкам и мужчинам, которые находятся вот в такой орхозависимости, орхоувлечении. Мы вместе с вами просто-напросто будем иметь возможность получать хорошие результаты. И этими результатами делиться друг с другом. Что я с удовольствием с вами и делаю. Красотища! Ой, роза моя! Ой, роза, роза! Про розы я вам расскажу. У меня очень часто поступают вопросы. Ирина, почему она в домашнем цветении мелкая? Я каменным розам посвящу отдельное видео, тему. И я вам расскажу о моих наблюдениях. Так что, ожидайте на канале. Конечно, примеры с моих растений для вас будут обязательно. Я вам каждый раз... У меня есть фотографии цветения каждого периода моих каменных роз. Я вам всё буду показывать. Что и как было, когда эта необыкновенная красавица поселилась у меня в орхо-коллекции. Ну что, спасибо огромное! Буду поднимать этот стеллаж вверх. Елена, по вашей рекомендации новаторской. За что я вас просто-таки благодарю. Ну а нам остаётся с моими красавицами пожелать вам здоровья, благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Лучшего всем! Пока-пока! До новых встреч! До новых встреч!